Повышенные стандарты обслуживания, акцент на оперативность и упрощение процедур при получении госуслуг, создание условий для полезного времяпровождения граждан во время ожидания. Вот на чем акцентируется внимание при организации и деятельности центров государственных услуг. Традиционно каждый новый адрес отличается от предыдущего, как созданными дополнительными условиями, так и внедряемыми новыми экспериментальными услугами. Предыдущее состояние центра в этом районе уже не соответствовало нынешним требованиям. В связи с этим для оказания своевременных услуг для местных жителей в оперативном порядке данное здание было реконструировано. С учетом современных требований строительства созданы дополнительные необходимые помещения. Здесь оказывается более 140 видов государственных услуг. Таким образом, в этом году, несмотря на возникшую эпидемиологическую ситуацию, было оказано почти 800 тысяч услуг. Большие удобства для граждан предоставило и создание 9 филиалов в отдаленных населенных пунктах. В данный момент центр способен одновременно обслуживать 20 человек, а в течение дня цифра может достигать до 600. Здание включает в себя залы ожидания, приемные, кабинеты для работы с инвесторами, небольшая библиотека, детская площадка, медицинский пункт. Все они имеют современное архитектурное оформление, а оптимизация приема обращений позволяет сократить время ожидания и оказания услуг. В центре также налажена работа по оказанию помощи представителям сферы бизнеса. Так на регулярной основе ведет свою деятельность приемная премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Также каждый посетитель может получить бесплатную юридическую консультацию от специалистов. Раньше мы испытывали сложности с получением необходимых документов, разрешений для ведения предпринимательской деятельности, так как приходилось тратить много времени. Но сейчас с открытием Центра государственных услуг весь процесс оптимизирован и занимает всего 15-20 минут. Отрадно, что предоставляются все необходимые условия. Сотрудники оперативно изучают обращения клиентов, регистрируют в электронной очереди и направляют к соответствующим специалистам. А в помещениях установлены информационные мониторы, где регулярно транслируют новости в сфере госуслуг, а также обучающие тематические видеоролики, чтобы и минимальное время ожидания проходило с пользой. Экономика Ташвакского района специализируется на предпринимательстве, производстве, животноводстве и сельском хозяйстве. В настоящее время тут проживает более 200 тысяч человек, а количество предпринимательских субъектов, зарегистрированных в районе более трех тысяч. В этой связи немаловажную роль играют вопросы оказания своей временной помощи представителям деловой среды.